Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому видео вы найдете ссылку на наш телеграмм канала маркет с торговыми идеями. Я не просто так делаю акцент на наличие возможности у вас подписаться на него, потому что мы туда выкладываем очень много контента аналитического, буквально по самому интересному, что есть на финансовых рынках. И тема традиционная для понедельника в рамках всего дня до 16.00 по московскому времени мы проведем голосование по поводу самой актуальной темы, которую стоит обсудить. И я это сделаю, друзья, вместе с вами в 16.00 по Москве. То есть будут перечень их, выберите тот актив, который вас интересует. И сегодня в 16.00 я специально для вас, друзья, сделаю на него наибольший акцент. Ну что ж, мы на финансовых рынках после выходных. Я очень рассчитываю на то, что у вас соответствующее настроение, друзья. Впереди очень много важных событий, данных. Мы ждем заседания ОПЕК на этой неделе. Мы ориентируемся также и на американскую статистику. И традиционная пятница, первая пятница месяца – это данные по нон-фармапернса. Переоценить значение этого релиза практически невозможно, тем более, что в каждом более-менее значимом отчете из Штатов мы с вами пытаемся найти убедительный довод, суперподсказку относительно состояния этой самой американской экономики. И по поводу нон-фармапернс, я думаю, что это тот самый релиз, который точно сможет нам ответить на этот вопрос. Но прежде давайте посмотрим на основные инструменты, которые мы с вами торгуем каждый день. И эти идеи, связанные с этими инструментами, они тянутся еще с прошлых недель. Brent у нас 69,08. Сейчас котировки максимум пятницы 69,72. То есть очень выгодная, очень перспективная сделка. Мы ее провели, друзья, с целью 70 долларов за баррель и фактически маленький шаг остается до данного целевого ориентира. На этой неделе в ближайшие два дня будем торговать волатильностью, потому что заседание ОПЕК, какое бы решение в итоге не было принято, оно априори сначала раскачает финансовые рынки и точно на этой волатильности мы сможем добраться до цели в 70 долларов за баррель. Держать ли позицию дальше, это на собственный страх и риск. Друзья, я рекомендую пока что, когда рынок заряжен такими фундаментальными ожиданиями, особо наперед не смотреть. Но если вас интересует моя точка зрения касательно того, вырастет ли нефть до 75 и выше, я думаю, что шансы у этого очень высоки. По факту заседания ОПЕК мы о нем детальнее поговорим на заточном брифинге, но заранее могу сказать, что сейчас странам, участникам энергетического пакта предстоит очень непростое решение. У них есть дорожная карта того, как должен меняться объем нефтедобыча. В июне плюс 700 тысяч, в июле плюс 840 тысяч баррелей. Соответственно, эти ожидания были бы нормальными, то есть мы бы даже и не старались с вами прогнозировать и допускать возможность корректив этих планов. Но сейчас на повестке еще и продолжающиеся переговоры между США и Ираном и возвращение на глобальный рынок иранской нефти, это еще, соответственно, потенциально плюс полтора миллиона баррелей. Страны ОПЕК-плюс должны думать наперед, рассуждать с учетом того риска, который может реализоваться. И вот эта проактивная позиция может привести к тому, что они все-таки предпочтут супер-мега сценарий. Не менять уровень нефтедобычи и не добавлять на глобальный рынок до поставки, либо скорректировать объем того роста, который планируется. В обоих случаях, друзья, мы будем, скорее всего, говорить об оптимизме для WTI и для Brent. Главный вопрос – это масштаб этого оптимизма. Опять же, повторюсь, что лично мне, как трейдеру, ориентирующемуся на 70 долларов за баррель, не нужен вот этот супер-позитив. Достаточно небольшого положительного тона для того, чтобы котировки улетели в район 70 долларов за баррель. Если страны ОПЕК все-таки притормозятся ростом объемов нефтедобычи, то рынок черного золота ждет новый, средний или даже долгосрочный тренд восстановления. Поэтому ждем заточное седание ОПЕК. Индекс американской валюты мы снова ниже 90 пунктов. Опять же, смотрим на доходность американских облигаций 1,58. И в целом на этом анализ можно заканчивать, потому что при таком уровне доходности казначейских облигаций трежерис доллар не может расти. По отчетам. На прошлой неделе. Темп экономического роста 6,4%. Заявки на пособия в безработице 406 тысяч. Это почти лучший показатель за последние полтора года. Подвели немного заказы на товар длительного пользования. Минус 1,3%. Но не расстраивайтесь, друзья. Снижение заказов на товар длительного пользования – это отражение проблем не с заказами как таковыми и не со спросом на внутреннем рынке. Это проблемы выполнения этих заказов из-за отрудностей с снабжением и с логистикой. То есть я много раз уже говорил, как только ковид окончательно отпустит, все цепочки глобальных поставок будут восстановлены, и мы выйдем с вами на нормальные показатели, нормальные для такой экономики, как США. Другой блок данных – это личные доходы плюс 0,5%, точнее личные расходы. И, пожалуй, может быть даже один из важнейших релизов прошлой недели – индекс расходов на личное потребление плюс 3,1%. Это один из основных компонентов общего показателя инфляции. ФРС, конечно же, опирается на этот индикатор. Если мы будем говорить об индексе расходов на личное потребление как об отчете, характеризующем инфляцию, то можно сказать, что сейчас ожидание фактические цифры на максимальных значениях с 1994 года. Поэтому что у нас в сухом остатке? Очевидный рост инфляции еще и с бюджетными планами, с колоссальными финансовыми показателями на 6 трлн долларов инфляция будет расти. И этот рост инфляции пока что достаточен для того, чтобы ослаблять курс национальной валюты, но недостаточен для того, чтобы ФРС пересмотрел свою денежно-корритную политику. И этим нужно пользоваться, друзья. Нисходящий тренд, на мой взгляд, пока что очевиднее некуда. Цели 89,50 и ниже. Так давайте работать с этими ожиданиями. Золото на фоне того, что я сказал, из-за рисков инфляции только лишь вверх. И сейчас 1907 ждем даже на этой неделе обновления многомесячных максимумов и попытку прорваться в район 1950 долларов за тройскую лунницу. Евро против доллара 1,22. Индекс настроения в экономике, который вышел в пятницу, 114,5. Кому-то эти цифры ни о чем не говорят. Я понимаю, друзья, вы, может быть, не следите за статистикой, но это второй раз подряд, когда индекс настроения в экономике, характеризующим сразу настроение потребителей и промышленности, оказался на несколько пунктов выше, чем значение, которое мы видели до пандемии. И самое интересное, что следующий потолок, куда можно расти, это уже уровень 118,2. Значение самое высокое за все время накопления статистики, то есть за последние 20 лет. И индекс вот-вот окажется на этих значениях. Я рекомендую оптимистично смотреть на европейский фондовый рынок и в связи с этим ставить на то, что конверсионные сделки будут толкать евро вверх на фоне еще слабого доллара и продолжающейся кампании по вакцинации. Кстати говоря, по поводу кампании по вакцинации, Англия по-прежнему у нас в лидерах. Ну, один из самых лидирующих регионов. 1,42 по паре фунт-доллар мы видим в моменте снятия карантинных ограничений. Следующий этап уже полный отмен всех вот этих барьеров социального дистанцирования, всех проявлений карантинных ограничений. 21 июня это совсем скоро, друзья. И я думаю, что после этого английская экономика сможет вздохнуть еще сильнее. И реализация отложенного спроса. Все это будет дальше поддерживать идею того, что Банк Англии тоже будет в числе первых, кто повысит процентную ставку. Ну и на этом мы с вами точно доберемся до значения 1,43 и выше. И по остальным активам все без изменений. Доллар Канаде, цель 1,20. Новозеландец против доллара я рекомендовал покупать до значения 0,74, 0,74,50. Особенно после того, как резервный банк Новой Зеландии фактически решил взять первую позицию и лидерство на пути к росту процентных ставок, как на прошлой неделе было. И американский фондовый рынок, здесь я, друзья, предпочел рискнуть еще в пятницу, открыл длинную позицию. 4205 пунктов в моменте. Моя цель 4300 пунктов. И думаю, что эту неделю мы будем наблюдать за ростом американского фондового рынка. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели и до скорых встреч. Всем пока!